Волна протестов, организованных представителями Блока Победа, прошла по всей Молдове. Участники акции выразили своё возмущение высокими тарифами на электроэнергию. Одну из самых многочисленных манифестаций провели в Кишинёве у Офиса национального агентства по регулированию в энергетике. Люди принесли сюда символические игрушечные машинки и плакаты с лозунгами «высокие тарифы, темные времена». Энергия для всех, а не для богатых. Нельзя выбирать между едой и светом. Хватит платить за ошибки системы. Манифестанты заявили, что некомпетентные власти довели энергетический сектор до тяжелейшей ситуации. Решением проблем, по их мнению, может стать вступление Молдовы в Евразийский экономический союз. Участники флешмоба говорят, что хотят видеть такие же низкие цены на электроэнергию, как в России, Белоруссии и Казахстане. Сегодня мы требуем не прекратить повышение тарифов. Мы требуем прекратить продажу нашей энергетической инфраструктуры румынам, которые сейчас готовятся к продаже. Там Фейнорд, Реднорд, также готовятся и Молчалеком. Но, помимо этого, главная тема сегодняшняя, которую мы требуем, это понижение тарифов на энергоресурсы, такие как свет, газ в первую очередь, который подорожал в шесть раз после приходы партии Пасху. Мы верим, что благодаря нашей гражданской позиции можно добиться успеха и сделать так, чтобы это некомпетентное правительство ушло и прекратило издеваться над народом Республики Молдова, фактически запустив руку в карманы каждого из нас. Мы видим, как на протяжении многих лет они необоснованно повышают цены. Очевидно, что по указанию желтой чумы, а именно Маисанду, той самой, которая выполняет приказы своих хозяев. Это тот человек, который вот уже четыре года продает интересы Республики Молдова, молдавского народа, продает их другим государством или другим группам из других государств. Сегодня нам говорят о безопасности, об энергетической безопасности государства. Но разве была ли у нас за последние примерно 30 лет потребность в дополнительной электроэнергии? И кто может обеспечить Молдову дешевыми энергоресурсами? Только в странах СНГ, только с с пружбой, с Российской Федерацией. Мы можем добиться для того, чтобы в нашей стране наши жители, наши пенсионеры потянули эти коммунальные услуги. Мы можем платить за свет так же, как платят в Казахстане, России и Белоруссии. Они в пять или шесть раз больше. Флэшмобы активистов Блока Победы прошли также в Бельцах, Окнице, Единцах, Хантемире, Тараклии, Ханчештах и других городах Молдовы. В Наре и пресс-службе президента Молдовы пятому каналу сообщили, что не комментируют обвинения, высказанные во время манифестации. А ответ от пресс-секретаря парламентской фракции ПДС к моменту подготовки этого сюжета к эфиру так и не пришел. Напомним, что на этой неделе представители политического Блока Победы направили премьер-министру Дарину Ричану обращение, в котором говорится о трудном положении в энергетическом секторе. Они считают, что подписание договора о закупке электроэнергии у румынской компании и отказ от услуг Молдавской ГРЭС приведет к увеличению тарифа в несколько раз. А депутат парламентской группы Победы Александр Нестеровский сказал, что после прихода ПДС к власти тариф на природный газ резко подскочил. Цена на электроэнергию выросла в 2-3 раза. В стране была зафиксирована самая высокая инфляция. Ранее в госкомпании «Энергоком» сообщили, что в июле текущего года 85 процентов электроэнергии страна закупит у Молдавской ГРЭС. Более 6 процентов обеспечат ТЭЦ и местные производители энергии из возобновляемых источников. Оставшиеся более 8 процентов республика закупит на румынской бирже. В то же время отмечалось, что стоимость электроэнергии, которую Молдова закупает на румынской бирже, в часы пик с начала июля выросла в 4 раза. С 200 евро за мегаватт-час до 800 евро за мегаватт-час.